Казахстанские силовики задержали и передали российским коллегам Степана Фурмана, криминального авторитета, более известного под прозвищем Степа Мурманский. Он пытался покинуть Россию и скрыться на территории Казахстана. По информации Министерства внутренних дел Российской Федерации, против неоднократно судимого Фурмана в 2019 году возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В Российском уголовном кодексе эта статья предусмотрена для криминальных авторитетов, так называемых «воров в законе». Фурман покинул Россию, его объявили в международный розыск. В 2021 году авторитета задержали в Португалии и в 2022 году экстрадировали в Россию. 20 мая судебная коллегия в Санкт-Петербурге решила передать уголовное дело Степы Мурманского на новое разбирательство. Но выяснилось, что вор в законе успел сбежать из России. Он пытался скрыться в Казахстане, но правоохранительные органы Республики Казахстан оперативно получили информацию от российских коллег, задержали криминального авторитета в Уральске и передали его сотрудникам российского уголовного розыска. Сейчас Фурман находится в следственном изоляторе в Самарской области Российской Федерации. 60-летнего Степана Фурмана обвиняли в том, что он с 1994 года, получив уголовный статус вора в законе, занимал высшее положение в преступной иерархии и возглавлял криминальную организацию. По версии следствия, Фурман и его подчиненные совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в Мурманской области Российской Федерации. Сам он на суде отрицал, что был известен под прозвищем Степа Мурманский и настаивал, что всю жизнь занимался только законными делами. Между тем, российские СМИ пишут, что криминальный стаж Фурмана составляет 44 года. Он был судим за разбой, незаконное хранение оружия и наркотиков, а также за изнасилование. Кроме того, Фурмана связывают с организацией незаконной миграции сирийских беженцев из России в Финляндию и Норвегию. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.